Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале интернет-магазина VideoShopper. Это Galaxy A12, новенький телефон. По меркам Samsung он бюджетный, стоит относительно небольшие деньги, но в эту цену сюда поставили 64-мегапиксельную камеру, сканер отпечатка, на боку не стали экономить. Здесь есть модуль NFC, и если для вас важно, здесь тройной слот, две сим-карты и карту памяти в аппарат поставить можно. Продается версия 3 гигабайта оперативной памяти и 32-встроенной, и 4 гигабайта оперативной 64-встроенной. Опять же, мне кажется, лучше чуть-чуть доплатить и купить уже 4,64, учитывая, что это все-таки бюджетка на Android, и нам нужно от нее все, потому что аппарат не быстрый. Точнее, как не быстрый? Если мы просто листаем, вот заходим, например, в меню, перелистываем, то все нормально на самом деле, просто приложение открывает не так быстро. Но давайте по порядку, внешний вид. Никаких сюрпризов во внешнем виде нет, кроме одного нюанса. Это классический, недорогой, относительно недорогой аппарат в пластиковом корпусе. Камеры из корпуса практически не выпирают. Комплект у него совершенно простейший, относительно быстрая зарядка на 15 Вт, кабель USB Type-C, инструкция, гарантийный талон, ну и понятно, что сам телефон. Зарядка Type-C, это хорошо, что microUSB уже ушла из нашей жизни, Type-C сейчас практически на всех телефонах давно уже. Разъем для наушников, если для вас это важно, можно послушать музыку, не только по Bluetooth, но и старым добрым способом по проводам. Динамик 1 на нижнем торце, и на самом деле динамик нормальный для бюджетного устройства. Громкость звука хорошая, если что-то вдруг вам нужно посмотреть даже на оживленной улице, то громкости хватит. Единственное, на высокой громкости уже преобладают высокие частоты, смотреть, слушать точнее не так комфортно. Ну что мы хотим от бюджетного аппарата? Ну, по крайней мере, он громкий и четкий. Два микрофона. Опять же, Samsung не стал экономить не только микрофон для разговора, но и микрофон шумоподавления сверху. Тройной слот, две сим-карты и карту памяти в аппарат поставить можно. Кнопка включения совмещена со сканерной отпечаткой пальцев. Это прекрасно, что в относительно недорогом телефоне есть сканер, с другой стороны, он и должен быть, все-таки он там не 5000 стоит, который работает хорошо. С внешним видом разобрались. Поговорим тогда об экране. Это IPS-матрица, разрешение HD+, плотность пикселей 265. Да, психологический порог 300, такое число есть, грубо говоря, считается, что человеческий глаз выше 300 пикселей на дюм, различить уже пиксели не может. Но здесь все хорошо. Учитывая, что это аппарат относительно недорогой, к экрану вообще претензий нет. Яркость хорошая, цветопередача хорошая. На нем смотреть фильмы, не знаю, в интернете, YouTube, что-то с ним делать, работать с телефоном, пользоваться вполне комфортно. Экран хороший. Автояркость, естественно, есть. Телефон оснащен модулем NFC, если для вас это важно, с помощью смартфона можно расплачиваться на кассах в магазинах. Также телефон оснащен достаточно большой батарейкой, о ней сейчас и поговорим. Целых 5000 мАч. Да, это здорово. Samsung раньше такие большие батарейки не ставил. На самом деле, спасибо стоит сказать такой компании, как Xiaomi, которая, в общем-то, ввела эту моду уже несколько лет назад в своих Redmi, как сначала 4000, потом уже и 5000. Так что 5000, учитывая, что здесь процессор от Mediatek, это самое то, чтобы даже при активной нагрузке телефон с утра до позднего вечера у вас не разрядился. Это хорошо. Автономность неплохая у него. Чудес не будет 2-3 дня выжить. Если только он лежит у вас в кармане, иногда звоните, принимаете звонки короткие, тогда да. А при активном использовании сутки у вас будут. Процессор от Mediatek Helio P35. По 12-нанометровому техпроцессу создан. На самом деле, для бюджетного телефона вполне ожидаемое решение. Ну, не нравится мне то, что аппарат относительно не быстро открывает приложение. Притом в работе он нормальный. Рабочие столы перелистывают шустро, меню открывают шустро. Наверное, не стоит придираться и ждать от этого телефона каких-то чудес. Хотите что-то более мощное с лучшим процессором? Нужно просто доплатить. Тут все очень просто. В смартфонах бюджетник, середнячок так называемый и уже ближе к флагманам все идет. Это бюджетная модель, правда, по меркам Samsung. Но в ней все, в принципе, есть. Какие-то простые игры, гоночки. Вот, к примеру, я скачал NetForce Speed. Без проблем все летает, без лага все хорошо, не греется. Тяжелые игры на нем, конечно, запускать будет не очень комфортно. Но, с другой стороны, я же прекрасно понимаю, ну, не берут такие телефоны для тяжелых игр. Поэтому на них и внимание обращать не будем, акцентировать на этом. Процессор для своей цены ожидаемый и нормальный. Что у нас остается? Камеры. Оставил их на самый-самый вот под конец обзора рассказать. Это для кого-то будет той самой, как в поговорке, ложечкой дегтя, которая испортит впечатление. В целом, неплохое от аппарата. Кому-то будет все равно. Если говорить о фотовозможностях, здесь, ребята, целых пять камер. Четыре камеры основных плюс фронтальная. И основная камера на 64 мегапикселя. Это звучит очень круто, тем более для такого телефона, который недорогой, который в линейке, там, младший. Но качество фотографий, конечно, среднее. Притом, на мой взгляд, на широкоугольную камеру, которая здесь есть, получается качество фотографий несколько лучше. Если про фото возможности для своей цены они ожидаемы, кстати, про настройки есть при желании, замедленная запись, там все есть, в принципе, кроме ночной съемки. Вот это более дорогих фокус, живой фокус. То вот качество видео меня, честно говоря, совсем не порадовало. Full HD способен максимально телефон писать и качество не очень хорошее. Опять же, на широкоугольную камеру качество несколько лучше, но тоже далеко от идеала. Вот это, наверное, самое слабое звено этого телефона. Это качество видеозаписи и довольно таки посредственная фотография. Но опять же, наверное, придираться не стоит. Вспомните ценовой сегмент. И еще, несмотря на то, что дизайн вот сейчас очень сложно чем-то удивить нас, потребителей, это просто кирпичики, так называемые, лопатки большие. Кстати, весит 205 грамм за счет большой батареи. Ну, такой условно тяжелый. Samsung постарался как-то выделиться, и в красном цвете смотрится прекрасно. Верхняя часть, большая часть телефона, такая рифленая, скошенные полоски сделаны. Это красиво. Но телефон все равно скользковатый, ему бы не помешал простейший силиконовый бампер в комплекте. Но, увы, его нету. Поэтому телефон все-таки, если покупаете, найдите, озаботьтесь, купите бампер. Потому что в некоторых ситуациях из рук будет выскакивать. 205 грамм, большая лопата. Есть риск его уронить. Сколько такой телефон стоит? Конечно же, посмотрите по ссылке в интернет-магазине VideoShopper. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал. Как всегда, много интересного, много обзоров на новые телефоны. Если нравится то, что мы делаем, ставьте лайк. Не нравится дизлайк? Лайк, конечно, лучше. Как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. С уважением ко всем Давид и команда интернет-магазина VideoShopper. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok